Ну что, друзья, я нас поздравляю, мы без пяти минут банановая республика, объяснюсь. Бананы хотят признать в России социально значимым продуктом. В данный момент этот вопрос прорабатывается правительственной комиссией по экономическому развитию, конкретно цены. Они собираются на те бананы стабилизировать за счет снижения таможенной ставки, а то дорожает. Ведь самый дармовой фрукт или фрукт для бедных с космической скоростью прям как доллар прошлой весной, однако прикол не в этом. Лично меня умилило пояснение с авторов чудесной инициативы из Госдумы, процитирую даже одного из них. Бананы в нашей стране, как и доширак, очень популярный у народа продукт, невероятно сытный, калорийный и в то же время полезный. Некто депутат Арефьев такое брякнул, особенно доширак, а невероятно полезен. Ну да мы отвлеклись. Все природные ресурсы есть, вся таблица Менделеева есть. Весь вопрос только в том, что надо все это развивать. И, ну, должен сказать, что начало уже положено. Давай мясо! Давай мясо! Вот и я о том же, друзья, за окном был 21 век. Шла третья его декада власти супер-мега-сверхдержавы самой богатой страны на планете. Признавались, что корм для скота из Эквадора и бич-пакет нищеброда – это то, к чему пришли россияне через четверть века вставания с колен. Как думаете, это уже прорыв? Или все еще ревок, а это реальная журналистика. Надо еще немного потерпеть тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Айшо для россиян предложили ввести шестидневную рабочую неделю. С этой замечательной идеей выступили предприниматели из Ассоциации развития бизнес-патриотизма «Аванти». И вот, значит, чем ребятишки свое предложение мотивировали-то. Это поможет повысить прочность экономики страны, достичь технологического и промышленного прорывов. Опять это красивое слово – прорыв. А также укрепить суверенитет, сократить, в конце концов, зависимость от импорта. Нам нужен с вами рывок. Вот что нужно. И нужно это обеспечить. Один из наших коллег в одной из арабских стран, бывший министр нефти, он как-то сказал, каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии. Кстати, о новых технологиях. А в курсе ли вы, что РФ за последние пять лет лишилась 50 тысяч научных сотрудников? 50 тысяч! Вдумайтесь в эту цифру. Об этом намедни сообщил на минуточку. Вице-президент Российской Академии Наук Валерий Пормон. Ни одна страна в мире не потеряла столько ученых, сколько потеряла Россия. И все это происходит сегодня, когда все вокруг говорят о том самом технологическом суверенитете, о том, что будущее зависит от наукоемких технологий. Так вот, государство упустило тех, кто смог бы это сделать. Это я сейчас пересказал академика. Просто денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А причина вот. И она уже стала притчей в языцах, по-моему, отсутствия заинтересованности со стороны государства. Слово коррупция даже произносить не хочу. Чиновники ведь только говорят, нам нужно развитие науки. Мы должны добиться рывка, толчка, скачка, пи***ка. Давайте идти в ногу со временем. На деле же финансирование как не было, так и нет. Зарплаты ученых копеечные. Денег на исследования не дают. Лаборатории по стране кот наплакал. А все эти сколковые, Роснаны и прочая мишура, которые годами болтали в ящике, оказались мыльными пузырями. Растащили бабки по карманам и вся недолга. Где сейчас Чубайс, например? Да хрен его знает. Пишут, что в Израиле. Первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и уложить их в нашу долгосрочную стратегию. Ой, парень. А где наука России? Правильно в глубокой с***. Потому что у нас все для отчетов, все на показ. Страна процветает лишь в телевизоре, плюс у Вани ватного память. Короткая, как у рыбки. Возвращаясь к предложению о шестидневной рабочей неделе, ведь еще месяц назад, те же самые люди, ну практически те же самые, говорили, что нам напротив на четырехдневку лучше переориентироваться. Типа век технологий. И прогресс опять же шагает по планете, да и пандемия наглядно показала, что не надо всего этого. Не надо жить прошлым в смысле. Многие вообще могут трудиться на удаленке, и так оно даже эффективнее месяц прошел. И опа. Чтобы повысить прочность экономики и совершить рывок, необходимо пахать, как папы Карлы, 24 на 7. Интернет они п*** ставят, интернет. Он нам и на п*** не нужен, интернет ваш. К чему я это? А к тому, что, ребят, ну можно сколько угодно, как эта бабка, отмахиваться от прогресса. Он нам и на п*** не нужен, интернет ваш. Или, как Владимир Владимирович, с гордостью заявлять, а я не пользуюсь мобильным телефоном. А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович? Нет. Даже с питерских времен не осталось там? 8, 921, нет? Ни п*** я в шоке. Ну и что? Это как-то повлияет на ситуацию во всем остальном мире. Там как раз ни от чего не отмахиваются, поэтому рвут вперед. Вон, китайцы уже поезда делают, которые со скоростью самолета почти способны передвигаться. Жене фен подарил на 8 марта, не стану производителя называть, сами догадаетесь, МЧИК управляет. Да блин, заводы целые люди, научились строить, которые полностью роботизированы, рабочие на таком заводе. Функцию оператора ЭВМ выполняет, не копается в грязи, не таскает тяжести, не дышит вредными выбросами, сидит в чистоте кнопки на компьютере и жмет. И, кстати, производительность у таких заводов выше, а себестоимость единицы товара ниже. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию. Но делать этого не стал. А мы ж по экономическим показателям со всей планетой хотим потягаться, как СССР когда-то в десятку крупнейших экономикой мира войдем в пятерку. Как? При помощи кайла и лопаты, что ли? Не то плохо, что мы... А что мы решили в ней обустраиваться? А... 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 Или вот, пожалуйста, пока писал сценарий, прилетел еще один месседж из серии. Мы думали, что это дно, но снизу постучали. Минцифры предложили ввести в скреп державе обязательный налог на трафик в интернете. Такова стратегия развития отрасли ОКАК с 2024 по 2035 годы. Развитие, да? Точно слово развитие написано, я не ошибся. Пропагандисты уже вовсю врут, что речь идет только об отчислениях за передачу данных иностранными сервисами, такими как Google, YouTube, Messenger, WhatsApp. К тому же платить этот налог станут провайдеры, не волновайтесь, говорят они же, но мы-то с вами понимаем, на чьи плечи в конечном итоге ляжет данный побор. Понимаем также, что аппетит приходит во время еды, сперва, может, и правда, только за пользование Google. Встричь начнут, а затем... Сами догадаетесь или вижу, что сами... То есть, ребят, мы с вами вернемся обратно в 90-е, когда интернет для многих был роскошью. Интернет они, б***ь, ставят, интернет! Он нам и на б***ь не нужен, интернет ваш! Вы понимаете, что они делают? Они нас загоняют в долбанный каменный век, превращают в цивилизованную, пока еще Россию, в Россию лапотную. И делают они это сознательно, как мне кажется, набираясь при этом наглости называть все это развитием. Вот сейчас новость из Минатминцифры зачитал, в 99-й год вернемся. Ну это ж, блин, развитие! И это миф, что мы там что-то где-то кого-то победили. Пока что побеждают глобально нас. Мне было очень стыдно работать в науке, вот в электронике, и приезжать, скажем, в ту же Японию, где нам говорили, вы отстали навсегда. А кто это делает? Ну потому что... Да... Хотя чего я опять удивляюсь? У нас средний возраст чиновника или управленца под 70 лет. Стариканы древние сидят на ответственных должностях. Стариканы да бабки-ёшки, которым нафиг ничего не надо. Единственное, чего им хочется, это спокойно докоротать свой век, пользуясь всеми теми преференциями, к которым привыкли. А не на пенсии в 20 тысяч. Что будет со страной после? Да большинству из них плевать. Есть, правда, вторая категория. Прикорытники, бездарепелильщики, которые оказались у кормушки случайно, не благодаря каким-то талантам, а потому что чьи-то родственники, например, так этим тем более чихать на страну. Или кто-то, правда, верит, что сынишка Чайки, или там Лиза Пескова, или там Газманов-младший, ночами не спят, размышляют. Блин, как будем Россию-то обустраивать лет через 10-20? А, впрочем, ладно, все переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, напомню, во ВКонтакте в Однокласснике пока только через VPN, на остальных площадках без ограничений. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.